Здравствуйте, православные! 2 сентября мы поддерживаем нашу традицию ежедневных встреч на площадке Росколько написанной школы с разговорами о святцах Русской Православной Церкви и размышлениями над темами, которые в них поднимаются. Сегодня, 2 сентября, Церковь празднует память пророка Самуила, жившего более чем за тысячу лет до Рождества Христова, мучеников Севира и Мемнона и с ними 37 мучеников, священномучеников Александра, Льва, Владимира Пресвиттера, это 1918 год, то есть новомученики российские, священномученика Николая Пресвиттера, погибшего в 1919 году, и также обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского, завершилось в 2005 году в этот день. А поговорим мы о пророке Самуиле. Он был пятнадцатым и последним судьей израильского народа, жившим за 1146 лет до Рождества Христова. Он происходил из колена Левиена, был сыном Елканы из Ромофаим-Цафима с горы Ефремовой. Родился он после долгих и горячих молитв своей матери, и вот Самуил в буквальном переводе означает «испрошенный», да, то есть она так долго и горячо молилась, что когда Господь ее услышал, даже это вот зафиксировало в имени своего чада. И он был отдан в храм, потому что это обетный ребенок, да, и чада, посвященное Господу, оно должно пребывать в храме. И там есть такой интересный момент призыва пророка Самуила, когда мальчик живет при храме, взрослеет, там научается закону Божию. И однажды ночью слышит голос, который его зовет. Он думает, что это зовет его первосвященник, идет к первосвященнику и говорит «вот, я ты звал меня». И первосвященник говорит «не мешай спать, иди, ложись, тебе почузилось». Опять слышит голос Самуила, опять идет к первосвященнику. И потом уже первосвященник вспоминает, что все-таки они в храме, это место особого присутствия Божия, и возможно это такой призыв Господа. И говорит мальчику, вот когда в следующий раз голос этот услышишь, скажи «говори Господи, ибо слушает тебя раб твой». И Самуил так и делает, и вот происходит призвание Самуила. И тоже очень важный момент, вот с удовольствием всегда цитирую Василия Великого, что полагать, будто бы в Писании есть случайные слова, есть опасное богохульство. И это как раз научение о том, должен ли верующий человек верить голосам, снам и так далее. И вот посмотрите, да, то есть первосвященник подвергает сомнению, и Самуил уходит, потому что он не считает себя достойным. Да, это прям вот такой четкий пастерский рецепт. Если приходит человек в церковь и говорит «мне явилась Богородица, которая сказала, что вы вот сейчас должны сделать это, это, это». Это надлежит подвергнуть сомнению. Если человек в прелести, то он будет говорить «да ты кто такой, Богородица ко мне явилась, а ты вот сейчас будешь подвергать сомнению распоряжение причистой, так что ли?». И наоборот, если человек истинно христианского духа, он скорее о себе подумает «ну правда, ну кто я такой, чтобы вот, я не апостол Павел, ни Эней, я не достоин ни в малейшей мере, как вот мы читаем это ни в отцах, ни во святых, и ни у наших, у Данте, перед тем, как он спускается в ад». Ну вот это такое правильное христианское у мира настроение, что «я же не из великих, с чего бы Господу обращаться-то ко мне?». И заметим, как раз Господь не гневается, а зовет снова и снова, пока, наконец, перепробовав все варианты, Самуил не остановится на последнем неиспробованном, да, что вот «говори Господи, ибо слушает тебя раб Твой». И тоже интересный момент, когда, почему Самуил был последним судьей Израилю, когда пришли к Самуилу евреи и сказали «мы хотим, чтобы у нас был царь, как у всех остальных народов». И в этом плане тоже этот очень показательный момент, когда Самуил, как пророк, обращается ко Господу, это к вопросу о том, богоустановлена ли монархия, да, и вот какой самый лучший способ правления, тоже такой интересный теоретический вопрос, давайте на нем и остановимся. И тоже заметим мотивация «мы хотим царя, потому что так у всех остальных вокруг нас живущих народов». И Самуил, когда обращается ко Господу, Господь ему четко говорит, что они не тебя отвергли, да, то есть это как бы такой конец карьеры, человек был судьей над народом Божиим, и народ Божий говорит «мы не хотим тебя, избери нам царя». То есть это вот такой крах, если угодно, в профессии. Но Самуил был святой человек, обратился ко Господу, и Господь ему сказал, это они не тебя отвергли, они меня отвергли. Там есть такая, поскольку времени у меня немного, не буду сейчас цитировать, длинная речь Самуила против тирании, когда он говорит «подумайте о том, вот царя ли вы хотите, он возьмет лучшие виноградники себе, потому что царь, он будет отправлять вас на опасные поручения, потому что должен слушать царя, он увидит ваших дочерей и скажет «красавец, я заберу к себе, чтобы вот радоваться и веселиться с ними, и вы ничего не сможете сделать, потому что он царь». То есть там такая вдохновенная речь против тирании, что действительно повод сегодня открыть и перечитать этот фрагмент. Но, опять же, по попущению Божию был помазан Саул, первый из царей израильских, который был знаменит тем, что, во-первых, он был симпатичен, миловиден, модельный такой внешности, если угодно. А во-вторых, когда он стоял, то он на целую голову возвышался среди толпы, которая вокруг него тоже собиралась. Ну и когда люди сказали «пусть у нас будет царь», они посмотрели ли на внутренние качества? Нет, они посмотрели только на внешние, что вот пусть нам тоже будет не стыдно, пусть наш царь будет выше и симпатичнее, чем цари окрестных народов. Ну а что из этого получилось, можно, собственно, почитать в книгах царств. Да, вот первая книга царств, которая как раз об этом и повествует. А на сегодня все. Возвращайтесь завтра и берегите себя православным. Продолжение следует...